В Екатеринбургской митрополии продолжается строительство храма, посвященного памяти солдат, погибших в локальных войнах. История церкви святого Георгия Победоносца в поселке Зайково началась с одноименной часовни, которую возвел на своем участке местный житель. В Дом Божий стали приезжать паломники не только из ближайшего Ирбита, но и из Екатеринбурга, Тюмени и Омска. Да и жители поселения, поначалу не одумевавшие от затеи энтузиаста построить хрям рядом с собственным огородом, теперь приходят туда не только для молитвы, но и для того, чтобы креститься или обвенчаться. Коста Стефанов, или как его называют многие местные жители, дядя Костя, бьет в колокола звонницы, появившиеся рядом со строящимся храмом недавно. Колокольня, как и часовня, которая в будущем станет частью новой церкви, построена и на пожертвования добрых людей, и на личные деньги пенсионера. Основной доход Косты – это сбор металлолома и выращивание и продажа овец. Стройка – дело непростое, но у дяди Кости дело спорилось. Очень легко. Когда душа поет и плачет одновременно. Ну, были средства. Зимой в марте месяце начал копать штиковой лопатой. 15 апреля начали, и где-то 9 мая до копола было построено. Потом появился пристрой, а также памятник солдатам, погибшим в год Великой Отечественной войны и в боях на Северном Кавказе. Ну, а завершение строительства храма Коста планируют на будущий год. В поселке Зайково действует приход, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Для него также строится новое здание. А пока батюшка Успенской церкви духовно окормляет и поддерживает постройку Георгиевского храма. Хотя признается, не сразу местные жители приняли строительство часовни. Ну, естественно, страны. Говорили, с ума сошел, ненормальный какой-то и так далее. А потом сами же деньги потихонечку, бакопейщики, каждый приносит. И помогают, в общем-то, люди, и все туда ходят. И там и чудеса всякие разные такие по молитвам совершаются. Одним из таких чудес можно считать то, что в часовню стали приносить старинные иконы, которые прятали на чердаках или в подвалах в годы советской власти. Также здесь временно пребывает образ святой блаженной Матроны Московской с частичкой ее честных мощей. И вместе с тем, как возводится храм, возрождается и жизнь в поселке. Ведь в ближайших планах Косты не только построить церковь, но и проложить к ней дорогу. Продолжение следует...